Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. С вами Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Едут по тротуару и подгоняют пешеходов. Жители Ленинского района города возмущены наглостью автолюбителей. Начнем с главного. Полуночное ДТП на улице Никитина унесло жизнь 21-летнего пассажира Пола. Основной удар пришелся именно на его кресло. Иномарка врезалась в столб и удар оказался невероятно мощным. У седана полностью деформирована крыша. Шансы выжить в таких авариях минимальны. Существенное превышение скорости. Вероятно, именно это и стало причиной трагедии в Октябрьском районе Новосибирска. Белый Volkswagen двигался по прямой полупустынной улице. Внезапно легковушка раскрутила, она вылетела на обочину, перевернулась на бок, продолжила движение и врезалась в столб. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следовал по улице Никитина со стороны улицы Панфиловцев в сторону улицы Автогенная. И напротив дома 146 по улице Никитина совершил наезд на препятствие световая опора. Чтобы вызвали эти салоны иномарки двух мужчин, потребовалась помощь спасателей. Водителя Polo передали медикам с переломом руки и ребер. Его пассажир пострадал куда больше. Реаниматологи боролись за жизнь мужчины в течение ночи, но оказались бессильны. Биологическую смерть констатировали в 7 утра. Отмечу, владельца Volkswagen еще не опрашивали. Возможно, он чуть позже сможет рассказать, почему потерял контроль над управлением. Другой инцидент произошел в Кировском районе Новосибирска. Автомобилист уснул за рулем, совершил столкновение и продолжил спать. Очевидцы рассказали, неуправляемая «Лада» врезалась в несколько припаркованных автомобилей. В момент удара инициатор аварии проснулся, огляделся по сторонам, заблокировал дверь авто, затем устроился поудобнее и снова задремал. Спасатели пытались достучаться до мужчины, но тщетно. Пришлось открывать гранту с помощью спецоборудования. Автомобилисты передали медикам для осмотра. А видеоролик с места происшествия моментально разлетелся по социальным сетям. Комментаторы предположили, что мужчина был под действием алкоголя или наркотиков. Добавлю, что причиной такого сонливого состояния могли быть и проблемы со здоровьем. Два параллельных мира. Именно так называют жители мегаполиса обе стороны Красного проспекта. Дело в том, что тротуар со стороны мэрии почти идеально очищен от снега, зато со стороны Краевического музея людям приходится идти по наледи. Одна сторона дороги. Мэрия. И другая сторона. С обычными смертными людьми. Правда, автор ролика не уточнил, снято видео в один день или в разные. Тем временем в мэрии отчитались, что в городе ежедневно проходит очистка больше 200 километров тротуаров. И в продолжение темы. В Ленинском районе у пешеходов также возникают проблемы с передвижением. Однако причиной стал не гололед, а машины, которые разъезжают по тротуарам. Вам не стыдно ездить по тротуару? Ну вот еще давайте меня задавим здесь. Смотрим на водителя. Смотрите. Местные жители сообщили, что на пересечении Ватутина и Пермитина проезжая часть перекрыта из-за работ на теплотрассе. Установлены знаки тупик и проезда нет. Вместо того, чтобы объехать по соседним улицам, находчивые автолюбители сокращают путь прямо по тротуару. Иногда даже подгоняют людей сигналеем. И каждый нарушитель находит себе оправдание. Кто-то очень спешит, другие не знают, где можно проехать, а третьи якобы хотят просто припарковаться в пешеходной зоне. Данное видео может послужить причиной для начала административного расследования. На кадрах отчетливо видны госномера машин. За подобные нарушения водителям могут грозить штрафы в размере до 2000 рублей. К другим темам. Антиваксеры из Татарстана придумали способ обмана системы QR-кодов в общественном транспорте. В республике появилось так называемое народное такси. Теперь тот, кто не хочет ставить прививку от ковида, но при этом вынужден передвигаться по городам, выходит к обочине с надетой на руку медицинской маской и ждет, пока его не подберут неравнодушные водители. Как ни странно, это работает. Поднятая рука с маской и красные ленточки на авто стали своеобразным паролем, а тренд мигом разлетелся в социальных сетях. Сейчас в каждом районе Татарстана есть виртуальные чаты, где собираются все антиваксеры и договариваются о поездках. Причем большая часть людей даже не платит за это ни копейки. Кстати, по некоторым данным, после появления такого типа такси пассажиропоток в общественном транспорте сократился. Правда, частники теперь очень рискуют и не только своим здоровьем. Если их остановят инспекторы и выявят, что машина используется в качестве КЭБа, то владельцы могут доставить в отдел полиции и наказать за нелегальный извоз. Ну и тем временем из Китимска водители Яндекс.Такси устроили забастовку. Перевозчики недовольны сервисом. Утверждают, что теперь приходится работать за копейки. Из акции протеста некоторые жители городка действительно отметили сложности с заказом такси. Представители агрегатора пока не комментируют происходящее. 120 рублей ежедневно, дневное время 110 рублей ежедневно, ночное время 100 рублей. Дальние подачи ограничить двумя с половинами километров до клиента. Информацию о детских креслах донести в полном объеме до пассажиров. Основное требование автомобилистов – изменить работу сервиса. То есть убрать настройки, которые ограничивают получение прибыли, ввести стабильные надбавки за поездки в часы пик. На этом выпуск подошел к концу. Присылайте свои истории и вопросы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok